Война началась в 94-м году, как раз осенью она начинается, в 94-м. И это дудаевское время, Джохар Дудаев, вот квартира еще существует, она есть. У меня родился ребенок, ему было год, он родился в 92-м году, мы жили в этой квартире. А в 93-м году там уже выстрелы были, там постоянно эти какие-то пушки стреляли, там недалеко войн скачали. Грозный хорошо знаете? Да, я родилась в Грозном и прожила до 2005 года, я пережила все войны в городе Грозном. Я знаю, что его квартира находилась в центре, недалеко от дома моды, недалеко от Савмина. Вот у Розы Люксембург, где был гастроном, сначала идет универмаг, а потом идет продовольственный магазин. Потом нужно завернуть во двор, и там находился дом, дом находился внутри двора. Вот с этой квартиры, недалеко же в сторону роддома, там же воинская часть была, и вот оттуда все время вот эти годы стреляли. Ну, вы, наверное, помните, если вы в Грозном были. Я помню, что было очень неспокойно, очень было неспокойно, митинги, стрельба периодически, то за Дудаева, то против, вот эти идеи с независимостью. Ну, я была очень маленькая на тот момент, но я помню, что было неспокойно. А сколько вам лет было тогда? Я родилась в 1985 году. То есть, соответственно, Дудаев к нам приехал в республику со своей семьей, и мне было 6 лет в 1991. Моя дочь родилась в 1984 году. Понятно. А вы сами уроженка города Грозного, или вы приехали в город Грозный? Нет. Мои родители, мой папа, несколько поколений прожили они в Грозном, а моя мама из Украины, но они в те годы познакомились в Грозном, поженились, и я всю жизнь до 30 лет прожила в Грозном, до 93-го года. Так вы ценный свидетель не только по жизни Леонида Ивановича Царицынского, но и по всему, что там происходило. Позвольте задать вам вопросы по советскому Грозному. Да, пожалуйста. Вы знаете, если бы мы с вами увиделись как-то поближе, не по телефону, я бы вам столько рассказала, чему я была свидетель, вы бы просто удивились. Значит, меня что интересует? 60-е, 70-е годы, как я понимаю из рассказов своих родных и друзей, семьи, это был расцвет республики. Не было никаких особых конфликтов, люди вместе жили, работали. Подтверждаете ли вы это? Потому что республика была очень многонациональная. Я думаю, что расцвет был в 80-е годы, начало. То есть творческие объединения, кружки, общение какое-то творческое очень. Всё-всё-всё это было. Но мне кажется, у нас город развитый был даже с 60-х годов, потому что я помню, когда начали проводить газ на наших улицах города Грозного, я ещё в школу не ходила, я была дошкольницей. Скажите, вот в середине 80-х, уже к концу 80-м годам, появились ли какие-то настроения, которые разобщали общество? Потому что люди очень спорят. Одни говорят, что были факты геноцида, другие говорят, да нет, не было ничего. Это было только когда пришёл Дудаев. То есть с приходом к власти Джохара Дудаева начались распри и националистические настроения, правильно? У нас соседи приехали, рядом с нами жили, они приехали в конце 80-х. А когда пришёл к власти Дудаев, они начали подкапывать наш фундамент и смотреть, не залезли мы в их сторону, в их двор. Или это у нас старый фундамент. Они начали искать какие-то причины, проблемы, как они могут на нас наехать. Потом они начали требовать, чтобы мы им продали дом за бесценок, а сами уехали. У них появилось вот такое чувство, что они имеют право нас притеснять, требовать что-то, занижать цены на наши дома. Вот это появилось. Они прятали хлеб с прилавков. Очень много было продавцов чеченцев. И когда чеченцы приходили в магазин, они импотовали из-под прилавка. Это лично на моих глазах было. Это то, что я видела. Ну вот, а хлеб когда стали прятать? Это начало 90-х годов? Ну уже, когда Дудаев был у нас этим президентом республики. То есть люди вообще в целом, вот я помню по нашему району, в политику не вдавались. Что там, кто там. Все жили и жили. Привыкли жить спокойно, привыкли жить нормально. И вот эти все волнения, которые начались, люди даже не поняли, что происходит. Вот так было в нашем районе. Да, так было и в нашем. Мне интересна именно история из Грозного, когда люди говорят, что вот я там жил на такой-то улице. У нас, допустим, до такого года не было националистических настроений. Потом начались. И вот определенные люди, это же тоже не все, стали себе позволять то-то, то-то и то-то. Ну, как бы зафиксировать. Я это все собираю, все истории. Надеюсь, будет когда-нибудь книга большая. Ну у нас все мирно было на нашей территории. На Бароновке я жила. Это частный сектор. Это проезжается частный сектор в сторону микрорайона. Ленинский район. Но в итоге вы дом продали соседям или уехали? Потому что некоторые люди бежали в чем стояли, а некоторые продали и вполне себе нормально уехали. У нас получилось так, что у нас был покупатель очень порядочный, молодой человек. Он где-то на севере заработал денег, чеченец. И купил для своих родителей наш дом. У нас был дом на два хозяина. И моя тетя жила, и моя мама. Это две родные сестры. И когда мы договорились о цене в 500 там чего-то, не помню, миллионов или чего там было, то за время, пока мы собирали вещи, месяц или два, мебель собирали, то эта цена увеличилась вдвое, инфляция была очень большая. И нам не за что было уже ехать, чтобы оплачивать переезд. И он согласился, сказал, что я вам оплачу дорогу, машину, всю эту погрузку, а цена пускай остается. Вот так мы и договорились с ним. Но пока мы приехали сюда, в Ставропольский край, здесь нельзя было ничего нормального, даже подходящего, чтобы несколько человек жить, то эти деньги просто пропали на книжке. Они лежали, и просто они исчезли, растворились. Но я вам скажу, что после Первой войны, с 95-го года, после страшных боев с конца лета, весны, в Грозном были погромы, у нас людей вышвыривали, избивали, приходили по 5-7 человек и просто забирали квартиры с имуществом. Были убийства, то есть у нас убили старика-ветерана Тунзина Юрия Михайловича, женщину с ребенком сильно избили, кого-то насиловали, забирали, дома людей вышвыривали. Целые банды, то есть абсолютно распоясались о наличии российской власти на территории Чечни на тот момент. Вот эти факты геноцида пропускало мимо ушей, закрывало глаза, потому что, видимо, невелено было упоминать. То есть очень страшные события, намного страшнее, чем то, что было до войны, потому что до войны, ну, скажем, был обычный бандитизм, только вот немножко с национальным уклоном, потому что выбирали самых беззащитных. То, что началось позже, я всему этому свидетелю, я там была, мы выжили чудом, у меня мать замужем за чеченцем была моим отчимом, мы ходили в хиджабах, в халатах, в калошах, мы говорили на чеченском, потому что после Первой войны, особенно ближе ко Второй войне, на русском уже в публичных местах нельзя было говорить. Могли подойти незнакомые люди и дать по лицу. Такие случаи были, и мы предусмотрительно перешли на чеченский, подучили фразы такие вот обычные, там, на рынке, куда идешь, где ты, иди сюда, ну, вот такое для разговора. И мы на русском уже старались не говорить. Вы уехали еще очень вовремя. Вот я просто к тому, что я застала всю эту картину, и мало того, я с 9 лет вела дневник. Вела дневник, записывала туда истории, и часть этого дневника даже издана. Вот, еще о Грозном хотела спросить, какие-то случаи с вашими знакомыми до войны, как раз в смутное бандитское время было, что на людей напали, кого-то убили, или, в общем-то, вы когда уезжали, эти притеснения не были столь серьезными? Я хочу сказать, что царицинского Илью вышвырнули из его квартиры, в которой жил его отец, который ему по праву принадлежит, вот таким бандитским способом, способом какого-то рэкетирства, или как он еще назвали, ну, в общем, вы сами назвали, какая-то женщина, ну, любым способом пыталась, вот этот подъезд, не подъезд, а этаж, в котором он жил, это был первый этаж, все квартиры, ну, в общем, какая-то длинная такая история, не знаю я, как ее начать и как ее рассказать. Но в тот момент приходили, угрожали, переписывали на себя документы, делали документы фальшивые, люди бежали, некоторые из Грозного, тем более это центр, нужно понимать, что за центр бились самые влиятельные кланы, которые пришли к власти при Джохаре Дудаеве. То есть Илья Царицинский, это сын художника, он жил в квартире по улице Розы Люксембург, это центр, и с помощью бандитских методов эту квартиру просто отжали, отжали чеченцы, поскольку тогда очень остро встал национальный вопрос, и остальные люди были притесняемы, все, кого причисляли к русским, это и евреи, и армяне, и кумыки, да кто угодно, и не чеченец, значит, русский. Вот такая была тенденция на те годы. И как, вот они пришли, просто вышвырнули его на улицу, хоть паспорт дали взять, как произошел сам захват? Это было после того, как я уже уехала, но со слов его матери, и еще была такая ситуация, моя дочь, будучи подростком, она написала письмо президенту о том, что вот такая-то квартира, такой-то человек, художник, ее дедушка, и произошла такая ситуация, что какие-то люди захватили эту квартиру, и вместе с картинами, и рисунками, и прочим всем, то, что ему принадлежало, неизвестно, у кого находится в собственности, и незаконной собственности. И я этого не знала, что она написала какое-то письмо. Через несколько лет к нам приезжают сюда из Грозного следователь и вызывают нас в местную полицию. Мы с ним беседовали, так как она была несовершеннолетняя, то я присутствовала, и он объяснил, что женщина какая-то, преклонного возраста, ну, нечестным способом ей досталась эта квартира, и если мы хотим, то нам надо переквалифицировать это дело, то ли оно было уголовное, а нам надо было административное, то ли наоборот, вот я сейчас не помню, потому что время прошло, и стресс постоянно не проходил. Скорее всего, из административного в уголовное, конечно. Вот, и этот человек знал, кто эти квартиры присвоил себе, вот. И вместе с картинами, да, вот если искать эти картины, то надо искать этого следователя, я не знаю, как его искать. Они, эти люди могут не знать, что они представляют ценность эти картины. Я была вот когда в 80-х годах, в то время Высоцкий приезжал, да, мне Леонид Иванович сказал, что у меня в гостях был Высоцкий, в квартире его, и сказал, ну, всё, памятник гитаристам, певцам уже есть, можно умирать. И, говорит, взял и умер после этого. Вот так мне Леонид Иванович рассказал. Там я сама видела вот эти графику, вот этот Виктор Хара, там у него был ещё рисунок, как колючая проволока, вот на стадионе в Чили, по-моему, или где это было, стреляли в людей, и на проволоке лежал этот гитарист, перекинутый через эту проволоку. Этот рисунок я тоже видела. Потом в 83-м году я была на выставке вместе с Ильё, с его сыном, в музее Захарова. И вот эту персональную выставку я видела. У меня был даже каталог его, выпущенный к этой выставке, но из-за переезда это всё потерялось. Он даже именной подписанный был Леоном Ивановичем, для меня. То есть какая-то чеченская женщина, пожилая, захватила квартиру Леонида Ивановича Царицынского вместе с его работами. И, конечно, вполне возможно, она не знала о ценности этих работ. И пропали они, или где-то у кого-то в подвале вы до сих пор не знаете. Понятия не имею. Сколько лет уже прошло. А что случилось с сыном Леонида Ивановича Царицынского, с Ильёй, после того, как незаконно во времена Джохара Дудаева его лишили имущества? Он начал скитаться по подвалам, как и все остальные люди. Вот. Там ещё оставалась моя двоюродная сестра с семьёй во время войны. И они как-то вместе, они это время переживали. Кто-то что-то добывал, какую-то пищу. Как-то они делились, помогали друг другу. Но в какой-то момент был обстрел, наверное, авиационный обстрел, бомбёжка. И его ранило. Он был без сознания. Это его мама рассказывала, моя свекровь Наталья Дмитриевна. Она говорит, что его, когда уже после этих бомбёжек собирали, искали людей, кто раненые, и отправили его в Моздок, или он сам уже очнулся и сказал, где родственники, в Моздоке. Его переправили в Моздок. И он лежал в моздокской больнице с ранением. Целый год он на вытяжке лежал. Мы в это время, у нас тогда и сотовых телефонов не было. И моему сыну было уже лет примерно пять, когда мы просто захотели поехать к бабушке Наталье Дмитриевне в Моздок. Мы приехали, а там, оказывается, отец в больнице лежит. Мы ходили, его проведывали. Он целый год в больнице был. Ему после этого ранения дали группу. Поэтому он... А умер он... Сейчас у меня даже свидетельство о смерти есть. В 2005 году. Просто уже человек измученный был. После войны пережил всякие страдания. И уже просто организм не выдержал. Он же умер. А умер он в Грозном или нет? Нет. Он уже в Моздоке умер. Он жил у своей мамы в ее квартире. Хочу сказать такую историю, чтобы снять с Натальей Дмитриевны такую неправильную информацию о ней. Когда развелись Леонид Иванович с Натальей Дмитриевной, они разъехались из города Владикавказа и разменяли свою квартиру, которая была у них. Леонид Иванович приехал в Грозный, вот в эту однушку. А Наталья Дмитриевна приехала в Моздок. У нее там вся родня была. Ее мама была. Две сестры у нее. И сын. Между Ильей и Олегом младшим разница в 10 лет. Вот тому младшему сыночку было 10 лет, когда они развелись. А старшему было 20. Младший Олег жил с мамой в этой квартире. Она замуж не выходила. И никакому другому мужчине она тоже не уходила. Она всю жизнь прожила в Моздоке потом. И работала в моздокской больнице. Ее там все знают. Она работала медсестрой. Ее все знают. Она трудяга. Она очень много отдала этой больнице. Понятно. А я знаю, что о царицинском Леониде Ивановиче были сняты документальные фильмы. Я не смогла их найти, но они были в советское время. Вы не помните, кто снимал или где их показывали? Однажды в интернете я видела такой ролик. Грозненцы выставили, как на площади Ленина дети, в какой день, я не помню, то ли день защиты детей, рисовали, размечали им такие для каждого рисунка клеточки. И Леонид Иванович там был как приглашенный. И он смотрел эти рисунки. Это какой-то небольшой ролик я видела когда-то. Его картины находились в разных музеях мира. Даже в русском музее. У меня дома есть его картина «Горы и орел». А его рисунок, к сожалению, московские правозащитники, которые порылись в мои сумки, они его забрали себе. Хотя я хотела передать его в музей. Со мной связывался музей по поводу этого рисунка. И вот, к сожалению, этот уникальный рисунок, я боюсь, что его либо затеряли, но не удалось этих людей призвать к совести, которую его взяли. Помните ли вы, в каких музеях еще есть его картины? Когда мы были на выставке в 83-м году, и в этом каталоге было написано, что у него в 70-е годы только его работы были взяты на выставку в Венецию. Да, он довольно известный художник. Он дружил с моим дедушкой. И когда приезжал Владимир Высоцкий, он приезжал и к моему дедушке, и угостил у деда. И потом как-то дедушка познакомил его с Леонидом Ивановичем Царицынским. И Высоцкий уже и к Леониду Ивановичу Царицынскому приезжал, приходил. То есть у него были официальные визиты в Грозный и неофициальные у Высоцкого. И он был, и был несколько раз. И моя мама говорит, что точно помнит, что ему была подарена картина «Женщина-вампир» именно Высоцкому, Леониду Ивановичу Царицынскому. Он просто сказал, что Высоцкий у него был, и что у них был такой разговор о том, что памятник певцу, гитаристу уже есть. А еще хотела я спросить, он ведь был сбит машиной, люди так рассказывают, которые его знали хорошо, именно в Москве на днях празднования культуры. А когда он умер? Потому что 23 февраля его сбила машина, но его отправили в больницу. Случилось так, что его вылечили в больнице, и в последний день перед выпиской он начал делать упражнения йоги. И у него оторвался тромб, и случилась внезапная смерть. Мой муж ездил за ним в Москву, и уже в гробу привез его в Грозный. В Грозном его похоронили на кладбище, и я была на этой могиле один раз только, и это было до войны. А уже когда была война, я на кладбище не была, но я слышала такие разговоры, что там тоже были какие-то бомбежки, и неизвестно там, в каком состоянии вообще это кладбище находится. Да, бомбежки были, там тоже бомбы бросали. То есть он похоронен в Грозном, в районе консервного завода, где кладбище было? Да, на консервном заводе, и уже со стороны, вот как к кладбищу подъезжает, общая дорога главная. Кладбище старое, внутри как бы, за оградами. А уже впереди, вот здесь на пустыре, уже были новые могилы, но как улицы они сделаны были. Уже вот перед кладбищем, как бы, новые могилы были вырыты в том месте. Потому что со мной связывался один человек, он работает на телеканале «Звезда», по-моему, и он говорил, что хотел бы сделать фильм. Я его тоже очень уговаривала, но это от нас, ни от его желания, ни от моего никак не зависит. Это ему надо свое руководство подвести к этой черте. И он спрашивал, что если Леонид Иванович похоронен в Москве, то я найду его могилу. Но вот теперь выяснилось, что он похоронен в Грозном, я, конечно, ему напишу. Еще я хочу сказать такую информацию. Когда мы ездили где-то в 96-м году в Моздок, то младший брат мужа моего, Олег, то есть младший сын Леонида Ивановича, собирал о нем информацию тоже. И я видела у него газета, по-моему, если я не ошибаюсь, она называлась «Социалистическая индустрия». И там на несколько листов, по-моему, вы же помните, какие газеты были, огромные листы? По-моему, они даже несколько листов было, которые были посвящены Леониду Ивановичу. То ли его интервью было, но я не знаю, кто нашел, кто автор был этих статей. Но в нескольких номерах этой газеты я видела у Олега, что он собирал информацию об отце. А скажите, Олег сохранил какие-то фотографии, картины? Может быть, он может мне прислать? Я попытаюсь статью написать, наиболее полную информацию. Так получилось, что сначала умер Илья в 2005-м, потом умерла Наталья Дмитриевна, а потом через год, наверное, умер Олег, а у них еще была сводная сестра Элла Леонидовна. Когда женился Леонид Иванович на Наталье Дмитриевне, у нее была уже дочка. Он ее удочерил. Она была, по-моему, дошкольница в тот момент. И когда она была еще жива, я приезжала на поминки Олега. Потому что мне или письмо, или позвонили мне. Наверное, позвонили куда-то, что я поехала со своим сыном на поминку. И вот тогда мы с ней увиделись. И после этого, через время, она умерла. А у вас больше фотографий, картин не сохранилось? Дело в том, что я в 1993 году уезжала к родителям, которые на год раньше оттуда уехали. И я ехала только со своими вещами. Все оставалось в квартире. В какой-то момент он мне говорил, что если хочешь, ты можешь заняться бумагами. Люди не знали, что он умер. И надо было отвечать на какие-то письма, на какие-то открытки. Кто его поздравлял, надо было всем написать. А у меня родился ребенок, понимаете. И у меня вообще не было никакого свободного времени. Одна пошла в первый класс, а другой только родился. У меня вообще никакого свободного времени не было. Поэтому я хотела этим заняться, но не получилось. А помните ли вы какие-то рассказы про Бухенвальд? Потому что моя мама, она 51 года рождения. Она часто приходила в гости со своим отцом к Леониду Ивановичу. Или он к ним приходил. И он рассказывал про лагерь смерти. Он рассказывал, что там было восстание. Он рассказывал разные истории, которые она потом мне пересказывала. Понятно, что я уже совсем другое поколение. Помните ли вы что-то об этом? Я картины видела. Рассказы были какие-то. Но они у меня как-то не очень-то запечатлились. Я не могу сказать. Друзья были, иностранцы. Иностранцы. Он ездил в Норвегию. У него фотографии были из Норвегии. К другу своему, с которым они были в концлагере. Вот это я помню. Ясно. Но моей маме он рассказывал про восстание. Про то, что его звали на французский манер Леон. Он владел несколькими языками. В том числе неплохо говорил на чеченском языке. Где он научился. Они с Натальей Дмитриевной познакомились в Моздуке. В 1953 году родился Илья. Ну мой дед отлично знал чеченский. Он родился в Ростове-на-Дону. Приехал в Чечню, стал учить. Тогда были такие кассетные... Как же они назывались? Диктофоны. Магнитофоны, магнитофоны. Кассетные магнитофоны. И вот он слушал правильное произношение. Просил друзей. Записывал. Купил словарь. 40 тысяч чеченских слов и выражений. Научился так, что старики чеченцы думали, что он кумык или из Дагестана. Настолько он правильно говорил. А некоторые считали, что он чеченец. То есть, настолько он работал над произношением. Был у дедушки друг Цезарь Голодный. Переводчик, журналист. У него, значит, отец был известный. Тоже корреспондент Второй мировой. Так он чеченский и ингушский знал настолько хорошо, что был переводчиком. Можно сейчас найти книги, которые выходили во времена СССР, которые он переводил с чеченского и ингушского языка. То есть, настолько блестяще владел. И Леонид Иванович тоже как-то с ними вместе начал говорить. Это была некая экзотика для интеллектуалов. Вот они соберутся и на разных языках говорят разные фразы, разные слова. То есть, вот они таким образом занимались культурой, занимались изучением языков. И даже вот со мной связывался племянник царицинского, внучатый, по-моему, племянник Артур. Я слышала. И он подтвердил, что да, он говорил на чеченском языке. Да, он что-то... Я когда приходила к нему, у него была большая такая энциклопедия Херлофа Биструпа. Он был карикутурист. И интересно было смотреть его... Он шар же делал и на этих, на фашистов. И вот как раз это его годы были, рассвет. Те годы, годы войны. Это была настолько большая, толстая книга, энциклопедия, что пока посидишь у него, перелистаешь вот эти вот рисунки, что-то интересное, разные темы там были. Ну, очень... Книги у него были, альбомы у него были. Пока это все посмотришь, скорее всего, говорили вот о таких вещах. Но в основном такие темы были. Еще я вспомнила, сейчас вот вспомнила, что я искала его, пересматривала его старые наброски, живопись, которые просто на холсте были, без рам. Они лежали вот где-то вот в каком-то ящике. И я хотела найти что-нибудь такое, чтобы можно поставить в рамку и повесить, чтобы любоваться. Там были натюрморты какие-то, букеты какие-то. Но что-то не помешало мне осуществить это. Это когда мы уже жили в квартире, когда его уже не было. Вот, получается, что все вот это, даже вот эти вот холсты, они тоже пропали вместе со всем остальным, что было в этой квартире. Понятно, потому что было беззаконие, у людей просто отбирали квартиры. Это довольно массовое явление. Как раз началось с начала 90-х в Чечне. Тем более, если не элитная национальность чеченцы, то к людям относились пренебрежительно, власти в это не вмешивались, либо даже поощряли. Разные были варианты. Очень жаль, что вот такая прекрасная республика была уничтожена. Моя мама еще говорила, что у Леонида Ивановича Царицынского были дневники, что он вел дневники. И все время я ей говорил, что Лена, вот прочитай мои дневники, это надо переработать в книгу, это надо как-то издать, записать. Но он сам этого не делал, он просто какие-то воспоминания записывал, что-то там вел. Вы про это ничего не знаете? Возможно, эти дневники и находились там, потому что он же умер внезапно, он же не болел так долго, чтобы вот что-то показать кому-то, приготовить. Наверное, все это было в столе. Там был стол, такой большой массивный стол с ящичками, с замочками. И, возможно, там в этом столе находились какие-то документы. Я не смотрела там, потому что мне было некогда. И в то же время это были не мои вещи. Мне нужно было вот какое-то разрешение, согласен, что там столько всего было. Там и за шифонерами, между стенкой и шифонером. Целая огромная кипа была этих набросков графических. В кухне, когда я еще была, когда Леонид Иванович еще жив был и жил в этой квартире, у него стоял станок, на котором делались литографии. Этот станок был на учете в милиции, потому что на таких станках делали фальшивые деньги. Поэтому мне объяснили, почему он находится на учете. И потом, когда Илья перешел уже после смерти, ну, они вместе жили, но ему же надо было какое-то пространство. Этот станок он отдал член художников, член СССР, по-моему, да? Союза художников, да. Да. Кому-то. И этот человек говорил, я так счастлив, я так рад, что мне достался вот этот станок, который Леонид Иванович работал на нем. Вот такой разговор был. Мой дедушка говорил, что после того, как он вернулся с территории Германии, тут же к нему претензии возникли в системе СССР. И он попал в лагерь уже в СССР, где над ним тоже сильно издевались. И потом ему пришлось сильно восстанавливать здоровье. Ну, очень заниматься своим здоровьем ему пришлось. Что он занимался йогой, что он восстанавливал свое здоровье. Это я слышала, этот разговор. Очень жаль, что его дети ушли. Я не могу с ними поговорить. Наверное, бы они много рассказали. Ну, то есть, что-то, какие-то подробности. И очень жаль, что пропала квартира со всеми вещами. То есть, такая же ситуация произошла, собственно, с квартирами дедушки. Мы в них пришли. Одна была не сильно разрушена. Нам сказали, все принадлежит Ичкерии, иди отсюда. Мама обратилась к милиции и говорит, как это, квартира моего отца. Не помогло даже заступничество чеченца, друга моего деда, дедушка Шамиль там с нами приходил, пытался призвать к совести. Нет, маме сказали, что все теперь принадлежит Ичкерии, иди отсюда. При этом, вроде бы, как в это же время была и российская власть. Но она в это не вмешивалась, потому что уже первая война гремела. То есть, российская власть заходила туда, российская армия туда заходила. То есть, вот такие истории с тем, что квартиры просто отбирали со всем имуществом, они были вот буквально в каждом подъезде, на каждом этаже. То есть, такого было очень-очень много. А Илья Царицынский лишился квартиры в 1993 году. Правильно я поняла? Ну, приблизительно так. Я думаю, если вот обратиться к президенту Кадырову каким-то образом, если есть возможность, то он найдет этих людей, эти картины. Я не думаю, или хотя бы узнает судьбу этих картин. Ну, не знаю, сейчас подходящее для этого время или нет. Я не знаю, будет ли он в этом заинтересован, потому что таких случаев с съемом квартир очень много, и это все стараются замять. Вроде бы, как этого и не было, и русские люди вроде как там не жили, и евреи. Вот такая программа сейчас современная, что там всегда жили только чеченцы, никто больше не жил, ни о ком больше упоминать не принято. Это те люди, которые там были, и вот которые столкнулись с таким мнением из официальных структур в Чечне. Поэтому, конечно, можно сказать, что власти Чечни, зная точный адрес, могут проверить, кто это захватил, и было ли вывезено имущество. Но сейчас дома восстановили, разрушенные войной. Скорее всего, там уже пятые или седьмые хозяева живут. То есть, там уже нет тех людей, которые все это совершили. Они по неграмотности могли выбросить его работы на свалку, могли сжечь, могли бросить и убежать во время боев, а туда попала бомба, и все сгорело. То есть, сейчас очень трудно установить, Кадыров сам был подростком в те времена. Это его папа был тогда при власти, а он-то был подростком? Да. Это понятно, но все-таки этот человек имеет значение, он член Союза художников ЧССР, да, это же тоже известная личность, и можно было бы его тоже считать, как вот человека достойного, который жил в Грозном, работал, ну, известная личность для Грозного. Конечно, я только за, и вообще я на этом настаиваю. Вот мой знакомый журналист пришел в Академию наук в Чечне и говорит, давайте напишем книгу о знаменитых людях города Грозного и перечисляет фамилии, в том числе и царицинского Леонида Ивановича. А ему отвечают в Академии наук, это вот в этом году, что у нас есть такая книга, зря вы волнуетесь, и тащит огромный-огромный кирпич, он открывает страницу, там чеченец, открывает страницу, там чеченец, полистал-полистал, открывает наугад там чеченец, он говорит, а где все остальные? Русские, евреи, ингуши, армяне, украинцы, где? Где все? А ему говорят в Академии наук современной при Рамзане Кадырове, а об этом упоминать не принято. Мы молодежи говорим, что здесь всегда жили только чеченцы. Он так посмотрел на это все, ну то есть история переписывается на глазах. И поэтому, именно поэтому я стараюсь сохранять память о людях, которые там жили. Очень много мне противостоят разных-разных банд, сообщества, Ичкерии виртуальной, это те, которые сбежали из настоящей Ичкерии в Европу, по России, они создали свои банды, сообщества, они постоянно лгут о том времени. В современной Чечне тоже, как вы видите, это не приветствуется, особо воспоминания, даже о великих людях, о таком знаменитом художнике, где должны улицы называться в его честь. А улицы там сменили, все советские названия практически убрали, все поменяли, и теперь там родственники, друзья, приближенные к Рамзану Кадырову, их именами назвали улицы, и также каких-то чеченских героев, о которых мы мало слышали и знали. Вот теперь там и улицы изменили, имена. Старая история, чтобы была просто стерта. И я своей задачей поставила как можно больше оставить воспоминаний, потому что моя семья многонациональная, потому что мы видели весь этот ад, и я еще всю войну там застала. Из девятилетней девочки на начало первой войны я превратилась в двадцатилетнюю девушку, когда все это происходило, война, бомбы. и я знаю, что на самом деле под бомбами и в первую войну, да и во вторую там были не чеченцы. То есть чеченцы сразу вывозили детей и женщин из города, из столицы, да в общем-то из республики Дагестан, Ингушетия, Москва, Питер, Украина, Азербайджан, Турция, куда только не ехали. А вот остальным было в основном бежать некуда. Это редко кому удалось продать жилье, редко кому удалось уехать оттуда. И поэтому большинство погибших там под бомбами как раз не являются чеченцами, что тоже очень сильно моё это знание не нравится, и я получаю угрозы для жизни в том числе от людей, которым не нравится это правда. Поэтому любой свидетель из Чечни, который хочет рассказать, любой свидетель, который может рассказать о том времени, очень важен и ценен для меня. если у вас есть люди, которые жили в Чечне и между войнами убежали оттуда, или застали правление Дудаева, или даже просто жили в советское время и хотят об этом рассказать, очень важно, чтобы они рассказывали, чтобы это можно было зафиксировать, и их свидетельство осталось, как люди жили, на каких улицах проживали люди. Вот, кстати, хороший вопрос, вот вы когда уезжали уже, это было перед первой Чеченской войной, сколько в городе Грозном было на вашей улице людей разных национальностей, то есть это же была мультикультурная республика, вы можете вспомнить, вот по соседству, русские, армяне, цыгане, кто там проживал еще на этих улицах? у нас на улице на одной стороне квартала и другой напротив, другой квартал жила две еврейских семьи, у них на доме была написана дата 1960-й и второй дом был 1961-й, вот с тех пор они построили эти дома, они жили в этих домах. через несколько домов жила чеченская семья, они прибыли из Казахстана, из ссылки, это тоже были 60-е годы, и еще одна семья к нам приехала, купила дом в 70-е годы, это тоже чеченская семья, на другой улице тоже жили армяне, ингуши, несколько семей, но та улица, вот где я жила, очень много было моей дальней родни, которая из поколения в поколение в этих местах жили. Когда-то я была подростком, моя бабушка рассказывала, что между нашими домами и центром города был пустырь, и они, эти люди, которые жили вот в частных домах, они делали траншеи, чтобы дежурить с ружьями от нападения всяких элементов, которые могли украсть что-то из хозяйства, из животных, с огородов, и они выходили по ночам дежурить. Это я слышала о своей бабушке. Дедушка у меня жил с 1902 года в Грозном. Это семья моего папы. И соседи у меня были, это мои родственники, дальние родственники. То есть в основном русские? Да, это моя родня, там фамилии Королёвы, ещё какие-то балобинка, ещё какие-то. Это я когда подрастала, бабушка говорила, это родственники наши, вот это тоже наши родственники. Короче, это вся наша родня, но они уже были дальние, из дальних поколений. Я говорю, это ещё девятьсотые годы начало, а потом уже стали армяне, смешанные семьи русские с чеченцами. Моя племянница вышла замуж за чеченца, они учились в нефтяном институте, оба познакомились. Вот сейчас она до сих пор в Грозном живёт. То есть, в общем-то, никто ни с кем не ссорился в целом. О, кстати, хотел спросить ещё, чеченцы разжили на вашей улице 60-х, 70-х, значит, их прописывали? То есть, никто не преграждал им путь к прописке в городе Грозном? Нет, конечно, они были обычные советские люди, национальности никто не замечал. У меня в классе был такой парень, одноклассник, Ислам Гилгоев, он потом закончил наше музыкальное училище, по-моему, и он стал певцом филармонии. Вот, и во время войны он пропал без вести, и я знаю, что его отец искал, у него были младшие братья, сёстры, я от кого-то из них узнавала, что не нашли его, так что у меня тоже знакомые одноклассники, несколько человек было, чеченцев, ингуши, армяне, ну, весёлые, все мы были весёлые, и никто никого не унижал, такого не было вообще, мы были все одинаковые. То есть это началось только в начале 90-х? Да, когда пришёл Дудаев. Понятно, просто националисты чеченские в своей пропаганде рассказывают, что в городе Грозном чеченцев не прописывали в советское время, вот поэтому они и восстали, поэтому они и хотели Ичкерию, но то, что вы рассказываете, это опровергает, потому что они были прописаны, и то, что наша семья знает, тоже все друзья деда чеченца-ингуши были прописаны и жили в городе Грозном, то есть это просто факт. Когда я уже жила вот здесь в Нуропольском крае, я очень, очень тяжело я уезжала от Грозного. В Грозном осталось моё сердце, в старом Грозном, довоенном. И я иногда включала на тарелке, на спутниковой, Грозненский телеканал. Там очень много говорили на чеченском языке, но я, конечно, иногда слова попадают, русские, я понимаю, о чём речь. Но там была одна передача об иллюзиях, о тех иллюзиях, которые в 90-е годы вот эту республику нашу привели к такому состоянию. И там выступали люди уже в таком возрасте примерно, как я, чуть старше, под 70-60, которые были все участниками этих событий. И они говорили, что сначала они поверили, как и везде люди верят при вот этих бунтах и революциях, что всё это будет для лучшего будущего, для всех, изобилие всего, все будут равны, как будто их кто-то притеснял. А на самом деле они видели, что эти люди у Дудаева превращаются в шайку, обыкновенную шайку. Я не знала, как я попала на эти передачи. Может быть, они сохранились где-то в архиве, но это была Грозненская телестудия. Они сами признавались, что они уже начали восставать, бунтовать против его власти, организовывали свои команды какие-то, какие-то бригады, и уже неизвестно было, кто с кем воюет. Там такая была путаница уже. Музыка Музыка Субтитры создавал DimaTorzok